Я нахожусь в нашем офисе, это Коворкинг, рядом с метро Чапл-Топек, район Паланка. Вокруг мы в офисных помещениях. Мы занимаем небольшую комнату, там мы можем распечатать, там мы можем что-то напечатать, получить факс и так далее. С клиентами обычно мы встречаемся либо здесь, с нашими друзьями, либо в парке, здесь рядом в парке, буквально две минуты. Итак, сегодня мы поговорим о кейсе. Кстати, сейчас я встречаюсь с нашим парнем, который приехал из Москвы, это крупный предприниматель. Это, кстати, очень здорово, что у нас теперь такие клиенты. У него забрали бизнес, там очень все серьезно, налоговое, МВД и так далее. Встречаемся через 10 минут и придем с ним делать парк интервью, подготовка к интервью, вращение к СМИ, к правозащитным организациям в США. Итак, мы сегодня поговорим о кейсе. Кейс примерно 70 страниц – это то, что ребята, которые находятся в США, говорят, что можно делать на коленке. Ну, попробуйте делать на коленке. У нас был случай, недавно был случай, когда я возвращался из Канкун на майне, встретил ребят в самолете, они сами ко мне подошли. Это наши подписчики, которые депортировались в Тихуану, потому что у них не было кейса. Они приехали, не было оснований, хотя друг в США сказал, что это все ерунда, главное въехать, сделаем на коленке рейс и так далее. Если вы въехали по визе в США, то, может быть, вы можете там как-то… Офицер не заметит вашего обмана, что вы там себе напридумывали на коленке. А здесь это не прокатит, здесь на границе очень жесткое интервью, если нет оснований, то вас просто завернут. Вот эта вот желтая папочка – результат наших работ. Это 7 человек, которые делались над этой папочкой. Здесь настоящая стопроцентная правда. После общения с Кареном, может быть, что-то еще сюда добавим. Здесь СМИ, здесь отчеты, здесь доказательства, здесь история. В самой истории поучаствовали три психолога – это Яна, Саша и Василий. Если человек живет в среде небезопасной, если человек живет в среде, где не все так хорошо, то обязательно будут эпизоды, вопрос просто работы психолога и его компетенции. У нас компетентные психологи, все уже за 50, все в тематике больше 20 лет. Ну и саму историю писал Игорь, это член Союза журналистов России. Скоро мы с ним сделаем интервью, он расскажет, как и каким образом он формирует историю, почему важно, чтобы история была на 100% правдива, ну и так далее. Так, я сейчас иду в парк, мы встречаемся с Кареном, будем делать материал. Часть нашего видеоинтервью войдет в это видео, которое сейчас я делаю. Ну и удачи вам в эмиграции. Такая вот папочка, не на коленке, на коленке, попробуй.